а доброго дня уважаемые подписчики и сегодня мы ведем свой свой репортаж по весне до до года весна пришла ты очень счастлив и очень счастлив молодец моя собака вот так вот мы любим сидеть на травке черемша аврора я ходила до авито доставки притащила себе гипсовую форму да не вру еще мне пришла лопомойка вот для собачек так что мы сейчас пойдем распаковывать это все дело форма очень тяжелая поэтому тут шли шли притомились аврора у нас вообще тяжело сейчас ехали там дорога город я город уже бы легла и все и все вот но аврора у нас на сносях то есть она прям с носик правильно говорит вот люди на нас смотрят мы тут сидим нам хорошо нормальненько тут вообще-то сидеть не сильно можно но я поделюсь с вами красотой этот парк у нас у политехнического университета очень тепло 20 градусов мы прям в центре города черемша там еще 1 ломаешь черри черри вот молодец давай сюда идти слёденько девочка молодец давай вкусню тебе дадим вкусняшку будем давать вот молодец молодец все у нас к празднику готова люди радуются гуляют теплу что пришло тепло мы конечно тоже очень рады да так вот лягли ляжем ляжем нам хорошо истерический смешок на самом деле я очень много сделала в последнее время для того чтобы подготовиться курортам авроры а скоро выложу видео о том как мы с копейкиной собирали короб дуган гир тут делать вам больше нечего в коробе пока что у нас спит черемша она посчитала что это очень удобное место уютное и там вообще мягко и и хорошо а вот перестановка занимала у меня прошлую неделю полнедели все таскали перемещала шкаф меняла местами чтобы влез короб размер короба у нас полтора на полтора в общем то сейчас я ездила за всякими плен клеенками вниз в строительный магазин мы в результате вместо клеенки постелили укрывной материал а самый толстый я выбрала положили вниз сейчас надо будет его как-то закрепить чтобы как бы но жидкость если что-то она не на ламинат у меня лилась а вниз от родов и от щенков а теперь осталось прибить в короб бортик но вот в общем то от этих хлопот я как бы несколько умаялась параллельно я снимаю видео для будущих владельцев которые не будут закрыты в открытом доступе на youtube в общем то там будет более систематизировано те данные что я даю вот и возможно более расширено если будет время то что я рассказала всем другим подписчикам о том как содержать ухаживать за русской борзой и что делать в общем то с этой собакой я придерживаюсь мнения что с русской борзой нужно делать все же то же самое что с остальными собаками с поправкой на то что это все-таки собака предназначенная для травли и это нельзя скидывать со счетов но я не знаю как бы техника безопасности при работе с борзой наверное это в общем то тоже о чем нельзя забывать хотя я иногда так делаю меня из этого бывают неприятные последствия но в общем то вы видите мы в центре города вокруг ходят люди ездят машины собачки себе спокойно лежат загорают да вот возможно кстати они лежат и загорают потому что жарковато и по такой температуре сильно шевелиться неохота но все равно несмотря на эту всю расслабленную картину если сейчас кто-то пробежится то собачки моментально среагируют в общем то и возможно и меня и себя поволокут куда-нибудь да да гон вперед горит как приключениям кошка о приключениям ты ты согласен что приключения нас очень ждут тянем заметьте с детс собачки вроде как лежат но тем ни менее смотрят смотрят интенсивно так что вот движущийся объект реакция моментально так что поэтому у меня поводки из рук не выпускаются поводки одеты так чтобы собачки меня не протащили. Ну, в общем, всегда немножко на страже. Хоть это и смотрится как релакс, по сути это не релакс, а как бы бдение. И это с борзой, наверное, постоянное состояние на парагулках. Ну, надеюсь, тем не менее, это выглядит миленько. Вот, я думаю, сейчас мы перекурим и пойдем домой. Буду я выкладывать видео на канал, на закрытый. Спасибо вам за просмотры сейчас. Я активно жду вашей поддержки. Очень буду рада тому, что вы пожелаете удачных родов для Авроры и для меня. Стримить я не знаю, буду я или не буду, но, скорее всего, это будет паника с моей стороны, потому что я очень сильно волнуюсь за свою любимицу. Честно, вот вам сейчас рассказываю, где-то в животе какие-то поджилки внутри трясутся, потому что, ну, Аврора сейчас много за мной ходит, приходит ложиться в ноги, ни в короб, ни в какой. И я ее глажу, успокаиваю, я ее поддерживаю, насколько могу. Вот. Очень сильно молюсь всем возможным богам. Если вы в это не верите, то можете молиться во Вселенную. Но, как бы, пока что я решила, что я буду волевым усилием, насколько возможно, держаться. А потом, наверное, буду рыдать. Отдельно посвящу день на эмоциональную разгрузку, потому что это довольно-таки, ну, для меня, по крайней мере, эмоционально травмирующее все это событие. Ну, требует от меня, ну, скажем так, позиции взрослого человека, а не, не, как бы, нельзя здесь сейчас очковать, слабину давать и прочие моменты. То есть для меня придется максимально силу воли сейчас напрячь, чтобы достойно справиться с этой ситуацией. Ну, и поддержка, она всегда будет очень сильно кстати. Да, догон, скажи, никогда не лишняя. Вот. Спасибо вам за просмотр. Рада, что вы были с нами сегодня. Жду ваших комментариев, жду поддержки. До новых встреч. Пока-пока.